Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к эфесянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обозрение 4 главы этого послания. Архиепископ Аверкий Таушев пишет Это послание к эфесянам 4 глава с 1 по 16 стих. Потом. Второе. Правила жизни общие для христиан всех состояний. Это же 4 глава 17 стиха по 5 главу 21 стих. Третье. Правила жизни частные по состояниям, перечисляя взаимные обязанности супругов, детей и родителей, рабов и господ. К эфесянам 5 глава с 22 стиха по 6 главу 9 стих. И, наконец, призывает вообще к борьбе с миром и грехом, рисуя образ христианского подвижничества. Это послание к эфесянам 6 глава с 10 по 18 стих. В 4 главе святой апостол увещевает ефесян, поступает достойно звания, в котором они призваны, то есть звания христианского. Итак, в этой 4 главе содержится видение ко всему посланию, во многом похожее на видение к другим посланиям. Это с 1 по 3 стих. Принесение апостолам благодарения и хвалы Богу за неоценимое благословение, дарованное уверовавшим ефесянам. Это с 4 по 14 его искренняя молитва за них. И мы читаем. 1 и 2 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу, любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Теперь мы с вами уже знаем, о чём мы говорили в прошлый раз, что выражение «узник Христов», «узник в Господе» может означать как заключение в темницу за Христа, за веру в Господа, так и пленение благодатью, когда Христос как бы взял нас в плен своей любовью, пленил, и мы всецело подчиняемся Ему. То есть допускается как одно истолкование, так и другое. В 1 Коринфянам 7 глава 20 по 22 стих говорится «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным, есть раб Христов». Итак, здесь нам очень важно понять, что имеет в виду Павел, когда говорит «поступайте достойно званию, в котором вы призваны». И в 1 Коринфянам 7 главе тот же Павел пишет «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». О чем это? Если, например, работник полиции уверовал в Иисуса Христа, стал православным христианином, это не означает, что ему надо оставлять службу в полиции и идти в монастырь. Конечно же нет. Пусть остается на своем месте. Если преподаватель обратился к Господу, воцерковился, это не значит, что он должен перейти обязательно преподавать в семинарию. Конечно, нет. Потом есть такая проблема у молодых православных христиан, каждый из них думает, что надо стать священником. Конечно же нет. Нам нужны православные врачи, православные полицейские, православные военные, православные адвокаты, православные самого разного звания. Это очень важно. Святитель Иоанн Златоуст пишет, достоинство учителей состоит не в том, чтобы стараться о приобретении чести и славы у своих учеников, но в том, чтобы ввести их ко спасению, а все свои действия направлять к этой цели. «Если бы какой учитель заботился только о первом, о своей чести и славе, он был бы не учителем, а тираном. И Бог поставил тебя над ними не для того, чтобы ты наслаждался большим почетом, но для того, чтобы, забывая себя, помышлял только о том, что относится к ним». Таков долг учителя. Златоуст здесь поднимает тему, что окормляемые священником верующие – это не крепостные крестьяне. И мы ведем их и сохраняем их в том достоинстве, в каком они призваны. Далее, принесение апостолам благодарения и хвалы Богу за неоценимые благословения, дарованное уверовавшим эфесянам. Из 4 стиха и ниже. «Одно тело и один дух, как вы и призваны, к одной надежде вашего звания». То есть у нас ни две, ни три надежды, то есть чтобы у каждого своя. У нас одна надежда, как сказано, в надежде вы спасены. Это надежда на спасение. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех, и во всех нас. Кирилл Иерусалимский, святитель, пишет, «Нельзя принимать крещение дважды или трижды, иначе можно было бы сказать, в первый раз оно было для меня бесполезно, так в другой поправлю. Напротив, если в первый раз было без пользы, то не поправишь». Понимание отцов церкви нельзя перекрещивать даже еретиков. И Блаженный Августин учил, тот, кто перекрещивает еретиков, крещенных во имя Святой Троицы, сам еретик. Если мы посмотрим на практику Вселенских соборов, то они принимали крещение и рукоположение от всех ересей, начиная с ориан и до иконоборцев. Перекрещивали только тех, которые меняли саму формулу крещения. Далее, 7-8 стих. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Посему и сказано, «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Вошел на высоту, то есть он превознесся над всеми этими духами, демонами, бесами, в плену которых мы находились. Таким образом, пленил плен и дал дары человекам. То есть не просто сделал нас свободными, но сообщил нам великие благодатные преимущества. 9-10. «А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». То есть Господь «и в преисподнюю ада сходил, в своем вознесении поднялся на высоту, не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Здесь каждая фраза, она как бы переполнена неким таким молитвенным содержанием. Потому что апостол говорит здесь о великих тайнах веры, как бы молитвенно переживая их и созерцая. Блаженный Иероним Стридонский пишет, объясняя 10 стих, «Он или телесно прошел все небеса и все высоты, и восходя стал на вершины свода, или мы должны веровать, что он стоял над небом, то есть невидимым миром, отвергая и отстраняя все телесное, созерцая вечное». Итак, Сын Божий сошел в нижние области земли и взошел на все небеса, чтобы исполнить не только законы пророков, но и некие сокровенные цели, которые знал только он с Отцом». Конец цитаты. И далее апостол Павел пишет, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Иными словами, любое служение в церкви – это не есть вещь, замкнутая сама в себе и сама на себя. Это для назидания всего тела Христова. И если мы, пастыри, изрекаем слова или наставления, которые являются чем-то существенным только для нас, например, живущих в этой стране, но в сердцах других людей отклика на это нет, то мы занимаемся эгоизмом и не более того. И так как все уровни иерархического служения для созидания тела Христова, и далее Павел пишет, 13 стих и ниже, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть мы должны возрастать в тех совершенствах, которые являет нам Христос. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветру учениями по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть нельзя быть младенцем все время. Когда наши дети поступают в школу, и мы видим, как они рисуют крестики, нолики, мы очень радуемся за них. Но представьте себе, что ребенку исполнилось уже 20 лет, а он все рисует, крестики, нолики. Мы не радуемся за него, мы скорбим, потому что мы не наблюдаем в нем роста. Кто такие апостолы? Амбразиастер говорит, это суть епископа. Кто такие пророки в теперешней ситуации? Изъяснители писаний. Кто такие евангелисты? Служители. Каким был Филипп? И хотя они не священники, то есть не все священники, они могут проповедовать Евангелие без кафедры, подобно блаженному Стефану и преснопамятному Филиппу. Пастырями могут быть чтецы, вскармливающие, слушающих из людей. Ведь не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога. Учители по амбразиастеру это изгоняющие бесов, поскольку в церкви они усмиряют и очищают одержимых, либо это те, кто имел обыкновение слушать чтения и сообщать их детям. Такой обычай был у иудеев, и эта традиция передана и нам, но по небрежению она казалась забытой. О чем здесь пишет древнехристианский экзегет Амбразиастер? Он пишет о том, что учитель для ребенка это отец и мать. Это не обязательно служитель церкви, хотя у нас есть такое понятие, как учителя церкви. Архиепископ Аверкий Таушев комментирует 13 стих, пишет «Цель учреждения церковной иерархии в том, чтобы помочь духовному совершенствованию верующих, доколе все не придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». То есть пока все взойдут в состояние совершенного упокоения в Боге и из себя представив достойное Богу жилище, возымеют Его, то есть Бога, вселившимся в себя. Это и есть мера возраста исполнения Христова. Здесь владыка Аверкий Аушев цитирует святителя Феофана Затворника. Блаженный ироним Стридонский, объясняя, что такое в меру полного возраста Христова, пишет, «Согласно преданиям церкви и апостолу Павлу, наше воскресение будет в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, в состояние, в котором, согласно иудеям, был сотворен Адам, и в котором, как мы читали, воскрес Господь». То есть блаженный ироним, это очень авторитетный отец церкви, он настаивает на том, что Адам был сотворен в возрасте 33,5 лет, и так как Христос воскрес в возрасте 33,5 лет, и все мы воскреснем в возрасте 33,5 лет, даже тот, кто умер младенцем, он будет в полноту возраста Христова, или кто умирает старцем, как Иов говорит, юность моя вернется ко мне. И далее мы читаем, «но истинную любовью все возвращали бы в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». То есть мы не должны действовать в этом мире, как действуют нехристианские народы, которые ведут агрессивные захватнические войны, которые колонизируют территории, которые эксплуатируют других людей. И почему так поступают разные народы? И Павел объясняет далее «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нём и в нём научились, так как истина в Иисусе». Здесь апостол Павел затрагивает очень важный момент, что познание о Христе – это соприкосновение с самим Христом. Это не просто некие знания, это не просто некая сумма знаний о Христе. Это сам Христос, который открывается нам через своё слово. И далее апостол Павел даёт рекомендацию «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга». Отвергнуть ложь в наше время это очень важно. Весь мир политики, это грязный мир, с любой стороны, с какой ни посмотри, он строится на каскаде фейков, лживых словах, когда преподносится ложь и с одной, и с другой стороны, и люди уже не знают, как относиться к той или иной информации, они даже начинают ее как-то осреднять, если что-то говорят, они делят это надвое или на три, чтобы хотя бы как-то догадаться, что же происходит на самом деле. Далее. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Здесь Христос не говорит, что совсем не гневайтесь, потому что так не бывает. И блаженный Феофилакт пишет это его толкование на заповеди евангельских блаженств, что тот, который совсем не гневается, это душевно больной. Но здесь Павел наставляет нас, чтобы во гневе не совершать грехов. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть до окончания дня, а конец дня в библейском понимании, это заход солнца, и был вечер, и было утро, день, другой, мы должны погасить движение гнева. И не давайте место дьяволу. Это очень важный призыв. Кто крал, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. гнилыми словами являются все те слова, которые могут быть оскорбительными. Если мы обращаем внимание на мат, даже когда сами вдруг что-то такое говорим, мы проявляем беспокойство, но гнилые слова мы можем не замечать. как один служитель мне рассказывал о том, что была очень хорошая семья, и вдруг у них какое-то охлаждение наступило между мужем и женой. Он пришел к ним, поговорил с мужем, поговорил с женой, и что он выяснил? Однажды муж усталый пришел с работы, сел на диван, посмотрел, как там жена суетится и говорит «Какая же ты у меня неряха!» Он сказал и забыл об этом. Они становятся на молитву, а у этой женщины в голове вот эти слова «Какая же ты у меня неряха!» Муж целует жену, а у ней перед глазами вот это выражение его лица, когда он говорил «Какая же ты у меня неряха!» И он даже не понял, что он сделал. Отношения исказились. Гнилые слова – это слова, которые не приносят назидание вере, не являются поддержкой для человека, а напротив вергают человека в уныние. И этого надо избегать. «Никакое гнилое слово то не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Для нас день искупления – это день крещения и день святого миропомазания. И в святом миропомазании мы запечатлеваемся Духом Божиим, и эту благодать мы должны оберегать. смысл жизни христианина раскрывать те печати Божии, которые сообщаются ему в таинстве миропомазания. И оканчивает апостол Павел эту главу словами «всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». То есть это недопустимо для христиан. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Но кто-то может сказать, а как я могу простить своих врагов, если там война идет или что-то еще? Не могут же все христиане прощать все всем. Во-первых, Господь, когда дает такие наставления своих апостолов, Он понимает, что весь мир никогда не станет христианским. Но те, которые стали подлинно христианами, они должны исполнять эти заповеди. А как будет выживать мир, страна, конфедерация какая-то, это уже проблема людей, которые пребывают на языческом уровне бытия. А мы, христиане, которые приняли помазание от Духа Святаго, должны контролировать свои слова, чтобы не было никакого раздражения, никакой ярости, никакого гнева, никакого крика, дабы не повышать голоса ни на кого. Это наш путь. И мы знаем, что мы всегда будем оставаться малым стадом в этом мире, как и пророка Исаии в первой главе сказано, «Если бы Господь Саваоф не оставил малого остатка, то весь мир уподобился бы Содому и Гаморе. Поэтому не мир спасает нас от захватчиков, от бомбометателей, а мы своими молитвами вымаливаем этот мир, желая блага всем живущим на этой земле». Итак, сегодня, друзья, мы сделали обзор четвертой главы послания к эфицианам. «Если будем живы, Господь позволит», то в следующий раз мы будем читать пятую главу этого же послания первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя!